Петра, Дмитрия, Германа, Фёдора, Марка, Игнатия И Михаила Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святом. Сегодня также Стоя Церковь совершает память святого мученика Калистрата, родом из Карфагена. Христианин от рождения, так как христианами были его отец и дед, один из предков Калистрата по имени Неокор служил воином в Иерусалиме при Понтийском Пилате во время страданий Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Видев многие чудеса, совершившиеся во время Христовой смерти, Неокор уверовал в него и был наставлен в вере и крещен апостолами. Вернувшись домой, Неокор принес своим домашним Христову веру, как драгоценную жемчужину. Так, спустя два века, святой Калистрат был рожден, крещен и воспитан как христианин. Когда он служил в армии, в его полку не было ни одного христианина, кроме него самого. Некоторые из его однополчан, заметив, что святой Калистрат по ночам встает и молится Богу, донесли на него воеводе Персентину, как на христианина. Персентин был жестоким мучителем христиан. Дабы твердо узнать, христианин ли Калистрат, он приказал ему принести жертву идолам, но Калистрат наотрез отказался. За это его подвергли многим побоям, затем бросили в море. Однако Божья сила спасла его от потопления, и он вышел из пучины совершенно здоровым. В виде терпения Калистрата и его чудеса 49 воинов уверовали в Господа. Всех их беспощадно били и вместе с Калистратом бросили в темницу. В темничном подземелье святой Калистрат научил своих товарищей вере и ободрил их. Показали они изрядное мужество в страданиях, а Господь явил на них свою великую силу. Злобный мучитель ночью отправил в темницу солдат, которые убили Калистрата и 49 его товарищей. Все они пострадали в 304 году. На их мощах впоследствии была воздвигнута церковь. Когда к преподобному Антонию подошли иноки с вопросом, какая главная добродетель монаха, а многие, наверное, уже знают. Но я повторю, он ответил, что главный добродетель монаха по мысли преподобного Антония, а точнее через него откровение от Бога, это не столько воздержание и даже не столько послушание, потому что и воздержание, и послушание, и молитва без этого качества они могут выйти боком. В том смысле, что человек по юношескому максимализму может впасть в некую крайность и, что называется, наломать дров, заработать себе язву или иным каким-то образом повредить здоровье. или как архимандрит Тихон Шевкунов в своей удивительной книге «Несвятые святые» пишет о дурацком послушании. Когда некоторый молодой человек пришел в обитель к игумену с желанием «хочу стать монахом», тот, решив его испытать, говорит, вон видишь идет старик, подойди, подбеги сзади и пни ему. Тот, ничтоже сумняшися, выполнил приказание. Ну, старец, улетев в кусты, очень быстро оттуда вернулся и в ножки этому юноше упал с просьбой о прощении. Вот он возвращается к игумену, довольный, что выполнил послушание. А тут ему дают деньги на билет, говорит, ну ты и дурак, давай, говорит, езжай отсюда подальше. Ну, потому что, чтобы послушание, выполнить необходимо еще одно важное качество, которое и обозначил преподобный Антоний как основное. Это рассуждение, умение рассуждать, что хорошо, что плохо, выбирать, что хорошо. В этом есть истинная мудрость. Не в многом знании, не в энциклопедичности, не в способности за три секунды отвечать на любой вопрос, как знатоки, что, где, когда. А вот именно рассуждать, что Божье, что не Божье. И выбирать угодное Богу. Рассуждение. Добродетель, которая необходима не только монахам, но и всем нам. Дело в том, что свободная воля человека, она может склоняться и в одну, и в другую сторону. Ну, в зависимости от того, что в человеке преобладает. Ну, как говорится, каждый видит мир в меру или в своей святости, или в своей испорченности. А кривое око, оно смотрит криво на все. И вот здесь очень важно воспитание души, чтобы она обладала некоторой духовной чуткостью, пониманием, что есть воля Божия, благая, совершенная и благоугодная. И к тому же, необходима определенная воля, решимость, мужество, чтобы выбирать благоугодное Богу. Этого часто нам не хватает. Ну, например, когда человек приходит к церкви и начинает постигать духовную жизнь, то возникает вот именно юношеский максимализм. Человек какую-то истину увидел, цель осознал и думает, что вот какими-то определенными путями очень быстро этой цели можно достигнуть. И здесь бывают очень серьезные ошибки. Вот на днях такая история. Женщина, христианка, пришла в церковь и как-то увлеклась. В общем-то, уже немолодая семья. Ну, вот как-то она сосредоточилась на чтении, на молитве. А к мужу внимания все меньше и меньше. И супружеская жизнь как-то вот она остановилась. Ну, потому что кажется, что вроде детей уже рожать не будем. А так это зачем лишние, ну, как и казалось, грехи. Ну, и супруг. Даже как-то вроде к церкви хорошо, но до того, чтобы прийти поговорить со священником, поделиться, ну, своими переживаниями, что может быть что-то не так, ну, чего-то не хватило. Может быть смирение, какой-то ложный стыд. Ну, тема такая деликатная. Ну, и в конце концов, женская любовь нашла его где-то на стороне. Ну, и когда это все вскрылось, понятно, и супруга до глубины души осознала свою категоричность, и эта бестолковость, ну, и как-то все равно пытаются семью сохранить. Но все ведь это можно было предупредить, если бы человек не своим умом и мнением жил. Потому что заповеди Божии мы очень часто понимаем криво, исходя из собственного негативного, отрицательного или греховного опыта жизни, ну, или просто за отсутствием рассуждения. Ведь эти вопросы, они касаются, ну, обычной духовнической практики, потому что есть определенные церковные законы, каноны, правила, есть определенные навыки жизни в семье христианина. И достаточно было прийти поговорить, ну, вот что-то не дало. В результате такая серьезная ситуация. Или в другом семейном вопросе очень важно рассуждение, потому что из-за того, что безрассудно как-то мы увлекаемся своими привязанностями, неправильным воспитанием, то очень много ошибок происходит, и многие семьи из-за этого и страдают, и разрушаются. Ну, например, молодой человек женится. Замечательное, наверное, одно из величайших земных дел, которые человек способен совершить, это создать семью, основать малую церковь. И, тем не менее, возникают вопросы, когда в жизнь вот этой новой семьи начинают вмешиваться родители. Причем иногда даже, цитируя Священное Писание, что «почитай отца и мать». Почему это происходит? Ну, а потому что обычно сейчас семьи однодетные, и когда этот юноша 25-летний, он в семье один у мамочки, и он такой свет в окошке, и вся любовь ему, и все конфеты были ему, и все для него, и вокруг него, а тут раз, и... а он уже к другой женщине прилепился. И начинаются и советы, и какие-то наговоры, и комментарии, и... ну, всесторонняя обработка сознания в отношении к невестке. А так бы было бы у мамочки детей шесть. Понятно, что когда старший женится, младший еще только начинает под стол пешком ходить. Ну, тут не до разборок, как и какой должна быть жена. Тут лишь бы скорее его, как это, свозу, и кобыле легче. И вот здесь нужна мудрость, рассуждение. Потому что, да, с одной стороны, есть заповедь Божья, замечательная, совершенно справедливая, о почтении к родителям. Но, с другой стороны, есть не менее важная заповедь, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. И что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И с того момента, как в жизни молодого человека появляется жена, это главный человек в жизни. Главнее папы с мамой, главнее сыночка с дочкой. Это тоже другая крайность, когда некоторые мамочки ставят ребёнка выше и важнее, чем муж, и начинают организовывать свою жизнь в ущерб их отношениям с мужем. Так вот, заповеди-то, они мудры и справедливы, но когда воспользоваться каким Божьим указанием, здесь необходимо рассуждение. Это дай нам Бог всем мудрости, умение разбираться в воле Божией. А для этого необходимо и молиться, и просить, и слышать, что Господь говорит. И, конечно, советоваться с людьми, которым доверяешь, которые обладают мудростью. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok